Всем хайку мои друзья, с вами Коседодес и я хочу вам рассказать как получить купитель желаний. Находится он в городе Грёз, для того чтобы соответственно туда попасть нам нужна команда из трёх человек, включая нас. И второе, это переместиться в Дивалийскую мглу. Как только мы туда переместились, садимся на транспорт и едем по прямой. Примерно в сторону вот этих ворот. Едем, едем, едем и сворачиваем налево. После чего мы с вами замечательным образом проходим вот в этот пролом, который находится на развилке, скажем так. Прошли сюда, всё круто, не упали вниз, и вы прям вообще молодец. Ну вот, если успели, то сели ещё раз на технику, не успели, ну значит не успели. Ну вот. Быстренько пробегаемся вперёд. Здесь не обращаем внимания на мобов, и просто пробегаем дальше. Экшембет пас пытаться пробить. Как только вы дойдёте до вот этого моста, сворачивайте направо и прыгайте вниз. Спрыгнули, молодцы. Теперь заходим вот в этот портал. Быстро пробегаемся в это место, и по этому коридору бежим до самого конца. Здесь можно пообщаться с ней, но это не обязательно. И далее вы заходите в расколотый трон. Повторюсь, одному туда заходить бессмысленно, потому что как только вы подойдёте к двери, ничего не произойдёт. Ну, то есть она не откроется. Вроде миссия должна пройтись, но почему-то не проходится. Поэтому соляного у вас пройти не получится. После того, как вы вошли в главный вход, у вас надо перейти небольшой мостик и встретиться с первыми врагами. Как только вы их убьёте, у вас появится первый знак. Он может быть абсолютно рандомным. Собственно, они, как я понимаю, периодически меняются. То есть местами могут быть в разном порядке, поэтому не запоминайте то, как проходили конкретно мы. Видео, как мы проходили, вы можете посмотреть сразу после вот этого. Итак, есть несколько знаков. Рыба. Одна рыбы. Две. Сокол. Просто сокол. Вниз. Змеи. Калачиком. На змеи две штуки. И дракон. Огонь. Все вот эти знаки вы можете увидеть впоследствии. Также я показываю вот эту карту, чтобы было примерно понятно, куда можно идти и нужно идти. Как только вы завершите сбор всех, так сказать, знаков, проходите дальше, а именно к соколу вниз. Там же вы автоматически найдёте пещеру, через которую вы будете падать. Сразу после того, как вы спрыгнете вниз, быстро бежим вперёд. Проходим ещё ниже, спускаемся глубже и далее у вас будут небольшие проблемы, потому что вам нужно будет пройти длинный коридор. Перед этим, убив несколько снайперов и босса, также дальше будут балки, про ним вы аккуратно проходите в конец комнаты, далее идёте вперёд, не останавливаясь до тех пор, пока не доберётесь до комнаты со сферами. Как только вы доберётесь до вот этой комнаты, желательно остановитесь. Далее объясните друг другу, что нужно делать. А именно, ваша задача убить Огра. Огра убить невозможно до тех пор, пока вы не соберёте 4 сферы. Сферы падают по одной штуке с каждой ведьмы. Если вы собираете меньше, чем 4, то у вас ничего не получится. Далее. Вам нужно довести каждую из ведьм до критического состояния, но не убивать её. Вы должны будете это сделать, после чего каждый старается убить всех ведьм, и собрать все сферы за максимально короткое время. Как только вы это сделали, вливайте весь дамаг в Огра. Если вам повезёт, вы убьёте его с первого раза. Не повезло, значит идёте по второму кругу. Ведьма находится по 4 точкам вокруг этого весёлого Огра. Как только вы убьёте Огра, вы можете подойти к статуе. И вот она, счастливая статуя с луком. Собственно, к ней вам и придётся подходить, чтобы отдать ту замечательную статуэтку, которая осталась у вас после встречи с пауком. Что ж, отдали, получили лук и пошли радоваться. А, стоп, не получили? Ну да, действительно, вы не получили лук по той причине, что это ещё не конец. Ваша дальнейшая задача пройти уровень дальше. Как правило, никаких проблем не будет, за исключением последнего босса. Последнего босса вы можете завалить всего одним простым способом. Там есть три защитника. Эти три защитника очень сильные. Также там есть куча трэша. Этот трэш вам придётся уничтожать, иначе вы умрёте. Сам же босс неуязвим до тех пор, пока вы, опять же, не соберёте три сферы. Сферы желательно собирать, опять же, все три разом. Если вы собираете их как-то по-другому, то дамаг по боссу проходит меньше, соответственно, больше шансов того, что он выживет после вашей первой атаки. Задача тупо выжить, собрать сферы и убить его. Также эти защитники могут быть неуязвимы в моменты, когда у него появляется обилка кристалла. Как только кристалл появляется, уничтожайте его, иначе защитники убьют вас. Также, если вы доводите до минимального состояния каждого из этих защитников, у них спадает шлем, и они впадают в ярость, начинают бегать за вами очень быстро. Будьте аккуратны в этот момент. Если вы убили его, то вам далась новая миссия. После ее прохождения вам снова придется вернуться сюда и пройти этот рейд еще раз. Но немножко по-другому. Заходим в Раскулотый Трон. В первом случае вы просто находите Огненного Дракона, забираетесь на крышу этого здания, и там находите сферу. Далее рядом со змеями относите ее, убиваете босса, завершаете этот этап. После того, как убьете всех, спрыгиваете вниз, идете, 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 и вплоть до балок. На балках сразу сворачиваете направо и забираете за колонной сферу. Там же, рядом, на этих же балках есть статуи. Относите к одной из этих статуй, и все ок. После чего спрыгиваете вниз, заходите в комнату с замедлением и кучей зомбаков или духов, не знаю, как вам удобней, и сворачиваете направо. Там будет комната. Забираете сферу и очень осторожно прикрываете своего товарища, потому что он не сможет отбиваться и не сможет бить сферой. Доходите до конца, выпрыгиваете, как только вы прыгнули вниз, ищите статую. Она должна быть с правой стороны. Зашли, прошли прямо-прямо через мост, и у вас открывается дверь. Заходите внутрь, убиваете главаря, выходите обратно. Дойдя до финального босса, а именно Огрой четырех ведьм, убиваете ведьм, собираете сферы, берете сферу для статуи, относите ее к статуе, после чего чуть ниже открывается дверь. Заходите туда, убиваете, повторяете все то же самое с ведьмами, убиваете Огра и забираете свой долгожданный лук. Вот и все. До свидания.